Далее об эпидемической ситуации. Разрешение на работу в ближайшее время не смогут получить предприятия гостинично-туристической отрасли. Послабление второго этапа пока невозможно из-за ежедневного роста заболеваемости. За последние сутки заражены COVID-19 оказались сразу 240 человек. Три пациента скончались, двое из них были инфицированы коронавирусом, но погибли от обострения других заболеваний. Напомним, статистику по гибели COVID-положительных больных Минздрав разделил на прямую и опосредованную зависимость от инфекции. По распоряжению главы региона Игоря Кобзева, с 13 июня в муниципалитетах Иркутской области начинают работать медицинские бригады для обследования людей на дому. Предлагаю создать медицинские бригады для объезда и обследования пожилых людей. Вчера, работая в Зиминском районе и в городе Зима, ко мне неоднократно подходили жители уже пожилого возраста и обозначали эту проблему. В то же время и поступает много жалоб от них о том, что они не могут попасть в больницу на приём к лечащему врачу или узкому специалисту из-за коронавирусной инфекции. Кроме того, во всех районах при Ангаре продолжает действовать масочный режим в магазинах, местах общего скопления людей и общественном транспорте. Также работающие предприятия должны обеспечивать коллективы средствами защиты и антисептиками.